всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог но прежде хочу сказать всем огромное спасибо еще раз кто под предыдущим логом писал мне вообще не зала что у меня столько девочек меня смотрят которых тоже большое количество хвостатых доме на самом деле очень-очень здорово и огромное вам спасибо за поздравление и пожелания ваши которые вы мне оставляли сегодня же конечно же покажу расскажу как мои хвостатые выживаются всем вот ну и такой будет немного домашний влог но прежде хочу вам показать на самом деле девочки вы это вы во всем виноваты вот я вам так скажу подсадили меня по поводу сайта балбарис в общем тоже там ковырялась я много всего искала и хочу вам поделиться в общем кое-что заказала для рукоделия ну ну да ты рукоделия вот и на самом деле цены там действительно но по крайней мере данный товар там с огромной скидкой в общем я заказала вот такую вот алмазную мозаику она вот так вот и пришла в пункте выдачи вальберес вот здесь вот что такое код тут наверно клеена в пункты выдачи в общем забрала вот в таком виде она была алмазная мозаика она получается на вальберес с большой скидкой то есть там реально выгодно покупать вот и это не просто алмазная мозаика девочки это мозаика которую можно собрать фотографию прикиньте слушайте мне так это понравилось мне кстати кто-то из вас тоже писал что любит алмазные мозаики девочки отличная идея почему хочу показать сейчас я ее начну уже собирать сейчас вместе с вами распакуем потому что мне кажется это очень хороший вариант скоро новый год на самом деле скоро новый год девочки там осталось октябрь ноябрь декабрь три месяца и все и очень прикольно мне кажется данная вещь на подарок например собрать для подруги например взять собрать ее фотографию или ее фотографию с ее ребенком например да как вот здесь сделано или вообще кому-то собрать или просто подарить набор если человек любит сам заниматься подобными вещами но я показываю сейчас потому что нужно время на это собрать называется вот так вот кубрикс и здесь получается набора в которые входят 16 тысяч страз 5 цветов и размер картины получается формата а4 то есть например можно загрузить фотографию потом ну выложить все это дело и потом в рамочку и подарить мне кажется это супер подарок но я не знаю вот я когда получила вообще когда увидела мне кажется просто супер еще знаете чем мне вот эта вот штука понравилась тем что вы получаете вот такой набор а фотографию непосредственно саму вы загружаете на сайте уже после того как получили набор вот это прикольно то есть вы можете подарить например человеку вот такой набор и он сам выберет фотографию которую хочет сделать и сам все сделать единственное что я на сайте почитала на варбариста что он там в описании что нужно фотографию чтобы близко было вот лица то есть чтобы меньше было вот этого фона до более и тогда получается более детально то есть видите вот так вот сделать ну в общем там на сайте можно здесь вот есть инструкция на сайте можно все посмотреть вещь прикольная я буду делать я сейчас хочу сделать себя я же себя люблю очень сильно девочки это не реклама вот и потом хочу попробовать сделать хочу своих мальчишек вот так вот вдвоем сделать ну наподобие как здесь но это потом я вначале хочу попробовать сделать сейчас я вместе с вами распакую здесь заклеена потом вместе с вами загрузим фотографию я покажу попробую вместе с вами сделать здесь значит набор есть вот здесь вот идет инструкция непосредственно как собирать вот видите про что я говорю фотографию то То есть не вот так сделать, а вот так, чтобы более крупным планом было лицо фотографии. То есть здесь можно обрезать на сайте, но вместе с вами сейчас сделаем, посмотрим, как получится. И здесь у меня получается черно-белый набор. Черно-белая фотография у меня получается. И вот здесь вот непосредственно то, как правильно собирать эту мозаику. В общем, полные инструкции есть. Здесь вот эта вот основа, на которую нужно собирать клейка. Видите, она помечена вот таким вот образом, чтобы собирать вот этими квадратиками. То есть оторвало и собирать. Ну, кто собирает мозаики, тот, наверное, из вас знает. И полностью идет, смотрите, набор, да. Слушайте, ну прикольно. Здесь на самом деле все есть. Здесь есть вот такая вот... Такая еще какая-то штучка. Не знаю, что это. Я посмотрю, почитаю. Вот такая, куда класть вот эти стразы, чтобы удобно было брать. И сама вот эта вот палочка. Еще лопаточка здесь такая силиконовая. И вот они цвета. Ой, я сейчас... Вот такие. Получается, здесь еще пакетики лежат. Зачем-то, не знаю. В общем, буду разбираться, девочки. И вот здесь вот получается пять цветов. То есть бежевый, черный и серый. Идея на самом деле классная. Я давно хотела, ну, что-то такое сделать с себя, там, с мужем, с детьми. Ну, в общем, сейчас я хочу попробовать сделать с себя. Почему? Потому что я никогда не собирала алмазную мозаику. Но мне кажется, что это достаточно просто, быстро. И мне кажется, что получится у всех. Тем более, не такая большая получается картина. Я сейчас хочу сделать свою фотографию, поставить. А потом хочу мальчишек сделать. Вот. И представьте, вот, ну, мне кажется, это классный подарок. Я когда увидела на сайте, ну, это, девочки, вы мне. Вы мне все время про Вальборис пишите. И там получается очень хорошая скидка. То есть, там получается реально на Вальборис реально дешевле. Так что, давайте сейчас попробуем вместе с вами загрузить фотографию. И я попробую начать делать мозаику. Тем более, сейчас я так, ну, так как бы делаю, да, что готовлю на несколько дней. И хочется мне также оставлять время на вот подобные вещи. Потому что я люблю что-то такое делать. Потом повесить рамку. Кстати, вот формат А4 прикольный, потому что рамку хорошо можно подобрать. Ну, обычно в любом магазине можно вот эту вот, да, в рамочку для фотографии только сделать уже вот такую. И картон здесь, кстати, очень такой плотный. Очень хороший картон. То есть, все будет хорошо держаться. Так что, давайте сейчас попробую загрузить фотографию. Ну, и потом уже, когда сделаю, я покажу вам. Во-первых, расскажу, насколько быстро я это сделала. Это первое. А во-вторых, покажу уже сам результат и повешу. Ну, очень люблю себя, поэтому буду делать вначале себя. Ну, и, конечно же, ссылочку я вам оставлю внизу в инфобоксе. Потому что, ну, согласитесь, идея классная. Да, вот особенно людям, которые вы, ну, скажем так, не знаете, что подарить. Но хочется сделать вот какой-то такой вот запоминающийся презент. Мне кажется, либо саму мозаику, да, вот людям, которые сами любят собирать и заниматься подобными вещами. Либо уже собрать. Но если собрать, то нужно девочке заказывать уже сейчас, тем более пока есть скидка. И потом подарить, купить еще красивую рамочку и отличный подарок. Вообще супер, девочки. Я прямо рекомендую всем. Вы меня подсадили на Вальберес, я вас на мозаику. Фотографию загрузить оказалось очень-очень просто. Но я зачем-то позвала мужа. Подумала, что не справлюсь. В общем, нужно отсканировать вот этот код. То есть просто навести камеру. И загружается сам сайт. Нужно выбрать алмазное фото мозаика. Потом получить инструкцию, нажать кнопочку. И ввести код, который вот как раз приходит вот вместе с этой инструкцией. Сбоку, там рядом с кодом, который вы сканируете, находится. И все. И загрузить вот здесь два вида мозаик. Вот у меня такая желтенькая, есть еще фиолетовая, да. То есть разные виды. И уже непосредственно загрузить фотографию, которую вы хотите собрать. Вот. И прямо, то есть там же вы ее, ну скажем так, редактируете, обрезаете, да. То есть крупным планом желательно, чтобы было именно лицо или лица. Если вы, там несколько человек у вас, да, собираете фотографию там из нескольких людей. То есть крупным планом, чтобы вот этого фона было как можно меньше. Все, в принципе, достаточно просто и легко. Загружается фотография и эффект вы еще можете выбрать. Здесь разные эффекты, как вы видите, да. То есть можно выбрать тот, который вам нравится больше, более такое размытое лицо, более такое четкое. В общем, мы тут с мужем поигрались. Вот. Все, выбираете то, что вам нужно. Пишите свою почту электронную, нажимаете отправить. И сразу же моментально приходит на электронную почту инструкция, которую можно использовать, то есть с мобильного телефона, допустим, или с любого другого устройства. Можете смотреть инструкцию, да, а можете ее распечатать. Вот такая вот она приходит. Здесь получается 7 страниц. Муж мне распечатал. Правда, не все страницы, у нас закончилась бумага. Вот сама фотография, да, как она примерно будет выглядеть. И инструкция. Причем здесь, видите, идут квадратики. То есть вот первый квадратик, да, и вы его собираете. То есть по квадратикам, скажем так. Вот. Что на самом деле очень удобно. Вот. Ну, конечно же, мои девчули тут со мной будут работать. Ну, естественно, куда я без них. Это моя охрана. У моей охраны есть охрана, да. Вот. Так что сегодня уже вечерком. Обязательно сяду, сделаю. Вот. Видите, все достаточно просто. Подписаны все цвета. То есть, ну, в этом плане, как бы, вообще, все просто идеально. Да, давай, жалуйся. Жалуйся, мой хороший. Да, скажи, все. Все. Ну, заели все, да. Рыба моя. Рыба моя сладкая. Рыба моя. Вот он. Вот он, красавчик. Да, красавчик. Хаспирюшечка. Душечка моя. Вот такой сладкий. Морщина такой у меня, боженький. Вообще. Вот такой вот. Ну, а я сейчас буду готовить обед. И я буду готовить такие горшочки с тевтельками, можно так назвать. На самом деле, просто у меня был фарш. Это у меня свиной фарш. Специи все у меня спрашивали. Я покупаю на херб. Я добавляю сюда специи для мяса. Вот это вот у меня сухой лук, специи для мяса, сухой чеснок, яичко. В общем, все это вымешиваю хорошенечко. И буду формировать такие небольшие тевтельки, которые я буду обжаривать. Вообще, я делаю не только с фаршем. Я и с рыбой такое могу сделать. Ну, подобное, да. Подобное блюдо. И с мясом любым, которое у меня есть. Ну, в общем, иногда готовлю такое на обед. Дети у меня такое не едят, поэтому я готовлю себе и мужу. И еще, конечно, у меня остался фарш. И я решила несколько тевтелек заморозить. Потом можно сделать, например, соусом с макарошками или что-нибудь такое. В общем, будет у меня такой запас. У меня горшочки все разные. У меня когда-то были наборы, которые перебились. Часть из них, часть лопнула. И, в общем, это такие мои остатки. На самом деле, надо будет как-то заморочиться и купить там 4 или 5 вот этих вот горшочков. Значит, вниз я кладу картофель. Всегда делаю с картофелем. А вот дальше уже, как говорится, из того, что было в основном. То есть, овощи какие у меня есть, такие и беру. Два больших горшочка – это мужу, два маленьких – это мне. То есть, у меня обед нам с мужем на 2 дня как раз получается. Вот, детки у меня будут есть суп с обычной вермишелькой. Они вот такое у меня не едят. Не знаю, такие они у меня вредины. Добавляю сюда лук. И вот таким образом, кстати, я замораживаю морковку. Это моя морковка с огорода. Она у меня почему-то плохо хранилась. То есть, начала, знаете, немножко так портиться. Поэтому я решила ее почистить, натереть и заморозить такой колбасочкой. Очень, кстати, удобно. Не надо ничего натирать, не надо ничего чистить. Просто взял и добавил в блюдо. И перчик вот такой маленький. Это тоже остатки из моего парника. Больше у меня его нет. Но вот тоже он что-то у меня лежал-лежал. И решила сделать вот как раз с ним такое блюдо. Ну, обычно нет перца, так и нет перца. Просто кладу побольше картошечки. Вот, так что из того, что есть, я готовлю подобный обед. Мне кажется, на самом деле это здорово. Вот у меня обжаренные мои, ну, скажем так, тефтелечки распределяю сверху. И буду заливать. Можно залить просто водой. Но мне больше нравится с томатной пастой и со специями. Вот, хорошенечко распределяю. Буду запекать в духовке. То есть, беру воду, добавляю туда томатную пасту. Вот это, кстати, паста 365 дней в банке. Мне не очень понравилась томатная. Она такая негустая, что ли, какая-то. Ну, в общем, она какая-то странная. Такое я больше покупать не буду. Это, кстати, у меня муж, по-моему, покупал. Я его просила. То есть, она такая, не знаю, мне не понравилась. В общем, добавляя соль и специи. Сюда итальянские травки я сюда добавляю. И немножечко тоже для мяса. И чесночок. Все это перемешиваю, заливаю. И потом еще сверху заливаю водичкой. То есть, ну, чтобы побольше было жидкости. Чтобы это, ну, на обед, соответственно. И ставлю в духовку при температуре 180 градусов минут на 40-50. А я еще до сих пор собираю потихонечку урожай. Точнее, остатки его. Это у меня парники. Вот такой вот маленький перец. Вот. Но он больше не нарастает. Вообще, это сорт такой. Мелкий перчик. В общем, собрала уже все остатки. Уже больше нет. Вот он вот такой вот маленький. Здесь у меня помидорки черри. В основном чуть-чуть окурчиков. Такую помидорку тоже сорвала. Еще и у меня есть. Еще есть немножко огурцов. Не знаю, до какого времени будем все это есть. Собирать еще. Но еще есть. Еще висят. Здесь салат. Но он меня, видите, я его уже вместе с корнем выдергиваюсь. Буду промывать его хорошенько. Он больше не нарастает. Вот такой есть. Но он и не горький. Вот я остатки собрала. Здесь у меня кинза с петрушкой. Тоже уже вот так вот выдираю. Видите, петрушечка моя кудрявая. Потому что уже все, уже ничего не нарастает. И здесь вот у меня редиска. Но редиска, вот остатки я собрала, она тоже уже не нарастает. Она начинает растрескиваться. Здесь у меня несколько сортов редиски. Есть еще вот такая беленькая. Где-то она у меня тут была. Белая редиска. Вот такая вот белая редиска. Так что сейчас сделаем свой салат. Очень на самом деле радует. Но я вот зелень подсеиваю всегда где-то, чтобы вот еще весь сентябрь собирать свежую зелень в огороде. Это очень здорово. Вот она такая свеженькая, прям молоденькая. Вот так что будем еще салатик сегодня делать. И вот наш вкусный обед готов. Постоял он у меня где-то 50 минут. И я смотрю по готовности картофеля. Вот так вот получается. Все это, ну, овощи, соответственно, утушиваются. Но я и не делаю. У меня горшочки вот эти достаточно большие. Я их не делаю целыми. Потому что, ну, как-то у меня муж не съедает их, что ли. Целиком говорит, что когда делаю целые. Получается очень много. Вообще нужно будет мне, да, купить штучек 6, наверное, таких горшочков, чтобы периодически делать такое блюдо. В основном я делаю что-то такое, ну, на обед. Бывает с рыбой, как я уже сказала, с мясом. В общем, со всем, что у меня есть в холодильнике. Знаете, блюдо из того, что было называется. Вот примерно так. Но на самом деле очень вкусно. И с тефтельками моему мужу нравится почему-то больше всего. Вот в мясо, кстати, я не добавляю рис. Не знаю, почему. Но вот мне кажется, так получается намного вкуснее. Так что вот такое вот у нас блюдо получается на обед. Ну и немножко нашего котика Леофана. Он у нас уже обжился. Вообще обошел весь дом. Не забывал в каждом уголочке. И уже вовсю бегает. Терроризирует всех остальных хвостатых. Уже отъелся. Нет, на самом деле он был очень-очень худой. Прям все-все-все косточки торчали. И сейчас он уже отъелся. Видите, уже спит. Даже глазки стали меньше у него пачкаться. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае нам нужно будет к ветеринару. Нам нужно будет обязательно делать прививки. И все остальное. В общем, это нас еще все ожидает впереди. Здесь моя охрана, как всегда, сидит. На самом деле, постоянно они около меня. Они ждут либо еду, либо погулять. Ну, что-то в этом духе. А тут я еще кота глажу. Вообще обалдела, да? Каспер тоже с ним, ну, как бы не то чтобы подружился, но он не шипит и не бьет кота. Вот это самое главное. Потому что когда Джуси мы взяли маленькую, Каспер ее бил, но не сильно. То есть не было такого, что там прям до крови и так далее. А здесь как раз игрища. Игрища вот так вот. Он нападает на Джуса. Вот. Я озвучиваю за кадром, потому что когда я начинала говорить, они останавливаются, перестают играть и смотрят на меня. Мне очень хотелось показать вам их игрища. Я тут лежу на диванчике, пришла, собралась собрать мозаику. А тут у меня такие вот гонки. И, видите, причем Джуси, мне кажется, она поджимает хвост. Она не всегда понимает, играет он с ней или нет. Вот. Или он на нее реально нападает. Но, в общем, веселуха нам, я смотрю, предстоит еще та девочке. Потому что кот, конечно, такой очень активный. И у нас все животные в доме в основном не алхоличные особы. Так что он их погоняет. Я смотрю еще как. Видите, как он на нее прям нападает. Ну, а я буду на сегодня с вами уже прощаться на такой вот веселой ноте, на таких вечерних игрищах. Теперь у нас каждый вечер, кстати, такая история. Вот. Такая веселуха. Ну, что ж поделать. Вот. В общем, буду на сегодня прощаться. Ссылку на мозаику я, конечно же, оставлю вам внизу в инфобоксе. Потом вместе с вами посмотрим, что у меня получилось. Обязательно увидим результат. Вот. И вам всем огромный привет от всех моих хвостатых. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok